Приветствую вас! То, что вы описываете, условно можно назвать такой жертвенностью, потому что в психологической теории описывается тип созависимых отношений, который называется треугольник Катмана, вы можете сами изучить его в интернете, в котором раскрываются позиции этого самого треугольника, то есть существует жертвы, в данном случае это вы, существует агрессор, в данном случае это ваш коллега, и существует спаситель, в данном случае это директор, директор, но к которому у вас судя по всему обращены определенные ожидания, то есть вы ожидаете, что он вам поможет, хотя он вам не помогает. Я полагаю, что вот, если можно выразить общее такое впечатление от вашего текста, то оно будет выглядеть примерно так, что вы приходите в маленькую фирму, значит, состоящую из трех человек, это очень маленький такой коллектив, приходите вы в эту фирму ради стажа, что в общем нормально, вот, и через какое-то время, у вас, судя по всему, происходит забывание того, что вы пришли сюда ради стажа, ну вот, на это место работы, вы пришли ради стажа, происходит забывание этого, почему? Потому что коллега ведет себя достаточно нагленно, ну, по сути дела, мы имеем место, мы видим дедовщину здесь, по сути дела, да, давайте как бы называть, наверное, вещи своими именами, мы имеем дело с дедовщиной, вот. И какой здесь можно давать, собственно говоря, опор, да, вот, какой можно давать опор, ну, человеку? О каком опоре вообще может, например, идти речь, допустим, здесь? Ну, во-первых, первое, что, наверное, можно сказать, то, что, вот, очень важная, очень важная история, когда человеку демонстрируется, что его поведение, оно, вот, знаете, оно просто неэффективно, да, то есть человеку демонстрируется, что он не может при вот всем своем желании, да, человеку демонстрируется, что он, ну, условно говоря, не может добиться своего, да, он не может добиться своих целей, целей, он не может добиться своих задач, то есть вы демонстрируете человеку такую вот некую, некую неэффективность его действий, вот. Ну, по сути, по сути, для одного, чтобы продемонстрировать ему, что он, ну, что он может делать то, что хочет, что он может делать то, что он считает, но никакого, как бы, результата, да, никакого эффекта от этого, в общем, нет, и, ну, вообще говоря, быть не может, вот. Это первое. Второе, второе, о чем можно сказать, это о том, что вас, вот, вот, в той или иной степени, очевидно, задевает, вот, задевает, то, что делает ваша коллега, то есть вы говорите, что он на вас это давит, вы говорите, что вас это подавляет и так далее, вот. Вот, я думаю, что тут нужно опять же смотреть, как вы воспринимаете подобное, то есть как вы, вот именно, именно как вы, как вы видите то, что происходит, как вы воспринимаете то, что происходит, как вы воспринимаете то, что делает ваша коллега по отношению, допустим, к вам, вот. Мне кажется, мне кажется, что это очень важный момент для, ну, для такого вот, выбравления ситуации, вот. Потому что коллега делает то, что хочет из-за того, что она именно, вот, чувствует какую-то силу, да, она чувствует свою силу, она чувствует, что может на вас как-то вот повлиять, она чувствует, что может оказать на вас какое-то вот, да. давление, вот, и, соответственно, она так поступает, понятно, что у нее есть какие-то мотивы, вот, понятно, что у нее есть эти мотивы, и понятно, что она это делает, потому что, ну, по-другому не может, да, но вам от этого не легче, вот. Что касается людей, то есть, что касается вашего, например, начальника, да, который отказывается как-либо вам помогать и так далее, мне кажется, что здесь вы себя просто поставили не совсем корректно, то есть, в том смысле, что, если бы вы продемонстрировали своему начальнику нежелание терпеть такое вот такое вот отношение к себе, если бы вы продемонстрировали своему начальнику неприемлемость такого отношения со стороны коллеги к вам, то у него не осталось бы никакой выбора, кроме как что-то сделать. Конечно, сейчас он уже, возможно, ничего делать и не хочет, но если он ничего не хочет делать, то это потому что у него нет для этого мотивации какой-либо. Вот. Дальше. Значит, я недавно взрослый на работу, стад у меня небольшой, год только, мне 23 года, коллектив, основной стад, 3 человека, я директор и секретарь. Зарплата минимальная работа ради стада. Вот. Вот. Это очень важный аспект, что работаете вы ради стада. То есть, если вы признаете, если вы признаете, что вы работаете ради стада, вот, то, соответственно, очень, очень важно, чтобы вы отдавали себе очевидно в том, что всё вот то, что вы терпите, да, всё, что вы терпите, это всё ради стада. Вот. То есть, это либо ради стада, либо ради стада, либо вы неверно выбрали, ну, неверно выбранный цель, неверно выбрали задачу и, соответственно, теперь по факту просто переживаете из-за того, что, ну, столкнулись с чем-то, что вам вот, ну, условно говоря, не по душе, да, то столкнулись с тем, что вам не нравится в той или иной степень. Вот. Такая история. Такая история тут может быть. Вот. Так что, на мой взгляд, на мой взгляд, если вы пришли работать ради стажа, если вы действительно пришли работать ради стажа, что желательно, чтобы вы действительно понимали, что это важно, желательно, чтобы вы действительно чувствовали, что это важно, что это ценно, ценно, в том числе, в том числе и для вас, вот, ценно, в том числе и вам самой, это ценно, это важно, вот. И уже, соответственно, после того, как вы определитесь с целями пребывания на рабочей ныше, вот, уже можно будет, в принципе, ну, говорить о том, что делать дальше, вот, потому что, согласитесь, гораздо легче давать отпор человеку, когда ты понимаешь, ну, ты понимаешь, ради чего это всё, да, вот, когда есть какое-то вот понимание, зачем я это делаю, для чего я это делаю, вот, потому что, если этого нет, если этого вот, ну, если этого понимания нет, то возникает ощущение, ощущение такое, ээээ, несоразмерности, да? То есть, именно вот, несоразмерность возникает. А зачем я это делаю? А для чего мне это нужно, да? Ну, вот, такой момент, такой момент тут. И я вас очень хорошо понимаю здесь, но я хочу, чтобы вы сросли себя, насколько, вот насколько вам важно, насколько вам важен, допустим, тот же статус, да, насколько вам важен тот же стаж работы, насколько он для вас важен. То есть готовы ли вы ради него вот это терпеть, готовы ли вы терпеть такого вот очень, условно говоря, некомпетентного человека, да, вот, мне кажется, что, ну, в большей степени нет, чем да, но с другой стороны, если вы скажете, что вот так и так, так и так, ну, вот, у меня, мне стаж важен, я хочу, чтобы он у меня был, вот, если так, то это ваш выбор, понимаете, какая штука. Дальше, так, я работаю медленно, не все знаю, но сильно стараюсь. Смотрите, смотрите, вы говорите, что работаете медленно, не все знаете, но сильно стараюсь. Есть у меня такое ощущение, вот, есть у меня такое ощущение, что вы чувствуете себя, ну, как будто бы виноватой. Вы чувствуете себя, как будто бы виноватой в том, что работаете, ну, медленно, что ли, или, там, не знаю, недостаточно хорошо работаете. Вот, вот такое у меня ощущение возникло, от ваших, ну, из вашего сообщения. То есть, вы считаете, что должны работать больше, считаете, что вы должны работать лучше, вам так кажется. Вам кажется, что вы должны больше работать. Ну, и, конечно, очень бы хотелось вас спросить, почему, чем продиктовано то, что вы стараетесь, вот, ну, то, что вы стараетесь, очень стараетесь работать. То есть, если это продиктовано, знаете, например, если это продиктовано, например, интересом к работе, вот одно, это, это хорошо, если это продиктовано интересом к работе. Но другое дело, совсем, если это продиктовано не интересом к работе, а именно каким-то вот чистым вином. И в таком случае можете быть уверены в том, что люди такие, например, как ваши, ну, ваши, точнее, ваши, ваши. Коллега, вот, она это обязательно почувствует. Понимаете? Вот. То есть, вот то, что, ну, то, что вы, значит, описываете то, как она к вам относится, да, это вот именно отражение, значит, от того, как вы сами видите себя. Понимаете? Какая штука, какая штука. Дальше. Так. Значит, вот это секретарь всю погоду мне портит. Вот заметьте, как, заметьте, как вы говорите, это секретарь. То есть, это, да, то есть, какое-то такое принижение идёт. Обесценивание немного. Она мне портится погоду. Видите? Здесь прикладывание ответственности. То есть, вы прикладываете ответственность на человека за то, что она портит вам погоду. Но не в длинные дней позволяют испортить вам погоду. Как может один человек испортить погоду другому? Вот вы пишите, вот она мне приказывает, бумагу дай, ой, и всё будет. А вот Люба, это большая сотрудница для меня, которая была делая, так-то, так-то, так-то. Ну и что? Получается, что вас напрямую задевает то, что вас сравнили с кем-то другим? Получается, такая история? Или нет? Или как? То есть, вот вы постараетесь вот этот момент зафиксировать. Что здесь для вас неприятное самое? Ну и что же она говорит? Да, она вас сравнивает. Это правда. Это абсолютная и чистейшая правда, что человек вас действительно сравнивает с, ну, с другой сотрудницей. Вот. Но как это взрывает вас? Вот тот вопрос, на который вам нужно ответить. Если вы делаете то, что можете. И если вы уверены, если вы уверены в том, что вы делаете, делаете всё, что можете, то, простите, какая в таком случае разница вам? Как и что говорит коллега? Вот это, что нужно в первую очередь увидеть. Дальше. Вы пишите, значит, делая так-то, 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 она просто требует и давит на меня. Опять же, опять же. Вы говорите, она просто требует и давит на меня. Я вас понимаю, что она просто требует и давит на меня. Но то, что она требует, она может требовать только то, что ей положено по роду вашей деятельности. То, что исходя из, ну, исходит напрямую, напрямую, да, из ваших, вот, обязанностей определенных, допустим. Она может требовать это. Вот. А давить она на вас, вот, когда вы говорите, что она давит на меня, это ваше субъективное восприятие. То, что она на вас давит. То есть вам, вам так почему-то кажется, что она на вас давит. Я не говорю, что она на вас не давит вообще. Я не хочу этому сказать, что она на вас не давит. Но я хочу сказать, что вы ощущаете это так, что она на вас давит. Почему вы так чувствуете? Это уже другой вопрос. Когда она в глаза смотрит, я теряюсь. Из-за чего? Из-за чего вы теряете сейчас? То есть, понимаете, вот складывается такое впечатление у меня, что вы просто не уверены в себе. Что вы не уверены в себе, вы не уверены в том, что вы делаете, вы не уверены в том, что вы делаете. Ну и так далее. Дальше. Она говорит еще ой, как другие работают. Когда я говорю, у меня работы много, она заявляет о субботу и воскресенье еще, чтобы я в выходные выходила намекать. И опять же. И опять же. Что это значит для, простите, ваше? Ну давит она и давит. Но намекает она и намекает. Что для вас это означает? Что для вас это значит? Почему вы это воспринимаете именно так? То есть, такое ощущение, опять же, опять же, такое ощущение у меня складывается, что вы как будто бы с ней, да, согласны. Понимаете? Вот у меня такое ощущение возникает, что вы с ней согласны. Вот. Что вы просто с ней согласны в том, что она вот вам, ну, говорит. Ну так, если вы с ней согласны. Это вопрос. Нужно обрисовать к вам. Если вы сомневаетесь в себе, если вы сомневаетесь в том, например, насколько, ну, допустим, справедливо то, что она говорит. Вот. Это вопрос к вам. То есть, спросите себя, как вы это воспринимаете и почему. Далее. Она меня дущит и подавляет. Давайте все-таки немножко более конкретно постараемся раскрыть этот момент, да. Что значит? Она вас удушит и подавляет. Да. Она ограничивает вашу свободу? Она вас принуждает к чему-то. Вот скажите, как может, как может один человек, да, к чему-то принудить другому? Как это возможно? Скажите, пожалуйста. Это возможно только в том случае, если тот, кого принуждает, да, в себе не уверен. Но если человек в себе не уверен, одна вся ответа, то он с чем-то сомневается. Дальше. В автобиографии я указал номер телефона домашних. Зачем? Ну, вот правда. Зачем? Я не издеваюсь. Нормально. Я просто хочу понять. Зачем вы указали телефон домашних? Для чего? Когда я иду за документами, если я задерживаюсь, она моей маме звонит для чего-то. Здесь я бы сказал, вы путаете, вы путаете причину и следствие. Потому что дело не в том, что она звонит маме ваше. Дело в том, что мама отвечает, а вас это как-то задевает. То есть понятно, что ваша коллега воспринимает вас как ребенка. Это понятно. Понятно, что ваша коллега пытается скооперироваться с вашей мамой, чтобы вместе за вами следить. Это понятно. Но мама и вы такое впечатление, что ей подыгрываете. Понимаете? В чем дело? И почему в таком случае коллеги этого не делают, если вы ей подыгрываете? Дальше. Также, когда она идет куда-то, а я на работе, она сама звонит мне по пустяку и проверяет, если же влияет на работе. Но опять же, в дет момент, вы можете не отвечать на ее телефонные звонки. И все. То есть, понимаете, вы просто подыгрываете здесь ей. И вопрос заключается в том, почему. Дальше. Она, например, сама на больничном. Я на работе. Она из дома звонит без 5-5 конец рабочего дня, проверяет на работе я или нет. И что? Ну вот она звонит, проверяет на работе ли вы или нет. Да. И что? Дальше. То есть, понимаете, вот опять, есть ощущение, что вас это задевает. Но как это вас задевает? В чем это вас задевает? В чем? В чем вас это задевает? Вопрос? На мой взгляд, вопрос. И очень важный вопрос. Потому что вы демонстрируете здесь свою неуверенность в себе. Да, я понимаю, что вы чувствуете себя не свободно. Я понимаю. Но. Я не образую коллегу. Но я говорю о том, что коллега действует. Коллега действует. Так. И она, скорее всего, не изменится. Ну потому что она не способна на это. Она не способна на то, чтобы изменить вероятность всего. А вы такое ощущение, что от нее этого и ждете. Дальше. Меня это так нервирует, но я стараюсь терпеть, чем нервирует. Вот давайте раскроем это. Я чувствую, что моему терпению приходит конец, но я не знаю, как дать отпор. Что вы понимаете по тем, чтобы дать отпор? Так что я замечаю, что она свою работу кидает мне и гоняет куда-то. Вы можете не брать ее в работу. Опять же, это исключительно вопрос, скажем так, вопрос доброй воли. Ну или страх, что вас уволят. Она бы просил учитель. Так, директор все устраивает, он ничего в сторону не принимает. Его позиция, моя хата скрая, лишь бы работа шла. Ну, опять же, да. Здесь вы как будто бы ждете от того, чтобы он вас, ну, ждете, чтобы он вас спас. Она просто диктатор-контролер. Ну, она просто диктатор-контролер, возможно, а вы, вы позволяете ей себя контролировать. Она привыкла властвовать, командовать и воспитывать. Я не знаю, что ей сказать. Чтобы что? Как отпор делать? Что вы понимаете по распорам? Она всего лишь моя коллега, не начальная. Но она пользуется, что я не знаю, еще что и как. Здесь, опять же, нужно этот вопрос решать исключительно только с директором. Исключительным. То есть, есть условия для работы? Нет, условия для работы. Все. Она пользуется моим статусом новичка и будет пользоваться до тех пор, пока вы ей будете это позволять. Подскажите, пожалуйста, мне очень важно дадаться с нами. Дадаться с нами на что? Вы говорите, как дать опору? То есть, по сути, как с ней бороться? Ну, вы сперва обратите внимание на себя. Вы свои личностные, внутри личностные проблемы, для начала, вот, поисследуйте, как бы, и потом уже будет понятно, что делать дальше. Вот и вот и все. Вы сами увидите, как вы можете ей дать опору. Вы сами примете решение. Это. А пока его у вас нет. Потому что вы слишком заняты своими противоречиями. И эти противоречия, они не то, чтобы не должны быть. Понимаете? Эти противоречия, они есть, но их нужно разрешить. В этом вам и может помочь, как раз таки, психолог. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Продолжение следует...